Это число на светофоре, на которое смотрят ждущие пешеходы, не должно быть трёхзначным, считают авторы нового стандарта. Не больше 45 секунд, иначе пешеход начинает раздражаться. Они сидят, а мы стоим. Многие время коротают в своих телефонах и переходят дорогу, не глядя, когда тронется толпа. Толпа, оказывается, вся идёт на красный. Идея сократить время ожидания до 45-секундного порога пока лишь тестируется. Это проект предварительного национального стандарта, своеобразный предгост. Он носит рекомендательный характер, то есть на усмотрение тех, кто в том или ином городе организовывает движение. В любом случае мы пытаемся задать ориентир, который подскажет организаторам движения, что 45 секунд психологический предел ожидания пешеходов. Дальше можно их обвинять, что они плохие, нарушают правила, но они будут так делать всегда. И задача организатора так, чтобы движение всё-таки было безопасным. Разработчики сразу оговариваются, что на скоростных магистралях их норму, конечно, применять нельзя, а вот в центре это просто необходимо. Но там, где для пешехода горит красный недолго, ждёт уже водитель, занимает место на дороге. Вот на том светофоре отвратительно. Долго. А если сделать наоборот, снова будут злиться пешеходы, психовать и бегать на красный. Были цифры на светофоре, и мы видели, что мы по три минуты стояли где-то в этом районе. А сейчас специально цифры убрали, мы теперь ждём, ждём и ждём. И как же всё-таки уравновесить эти ожидания? Наверное, психологически привычнее и легче ждать водителю, особенно московскому. Пешеходов надо уважать. Мне торопиться некуда. Я пенсионер. Но на самом деле в любом мегаполисе режим светофоров – это сложная система, зависящая от времени суток, количества машин, количества пешеходов, от погоды, от района. Расчёт длительности светофорного цикла и расщепление этого цикла на фазу зелёную, жёлтую, красную – это нормальная инженерная задача. Как решать эту задачу, обычно рассказывают в курсе организации дорожного движения в профильных технических вузах. Конечно, мне всегда хотелось бы дать зелёный и пешеходам, и автомобилям. Но тут вот закон Ломоносова-Лавазье мешает. Вот ничего с этим не сделаешь. Вот у нас вот этот светофорный цикл я могу расщепить. Но всё равно, вот как бы сказать, всем не хватит. Тем не менее, Центр организации дорожного движения в Москве в этом году изменил режим работы 30 светофоров в пользу пешеходов.